Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы приветствуем в нашей студии руководителя православной театральной студии «Преображение» Екатерину Олеговну Семенову, которая была уже гостью нашей программы и пришла с новыми рассказами о замечательной театральной студии, которая работает и работает до сих пор. И вместе с собой Екатерина Олеговна привела еще и актеров. В первой части у нас будет Анна Ленова, которой 15 лет, актриса, актриса театральной студии и в коллективе уже 3,5 года. Правильно? Да. Здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина Олеговна, давайте начнем с того, что студия создана 10 лет примерно тому назад. Да, 10 лет. Давайте немножко напомним историю. Что за студия, почему, как? Да. В 2014 году появилась наша театральная студия. Изначально мы играли на территории храма, в воскресной школе, но потом директор Красковского культурного центра Елена Валентиновна Росса нам предложила переместиться в этот замечательный культурный центр. Изначально наш коллектив возглавлял народный артист России Семенов Анатолий Владимирович, но потом руководство студии перешло ко мне. На протяжении 10 лет мы ставим спектакли в Красковском культурном центре. Хорошо. Ну и я так понимаю, что название, которое было выбрано, оно тоже имеет какой-то смысл. Ну, конечно. Что для вас преображение? Ну, в нашей студии мы пытаемся, чтобы наши дети, которые туда ходят, они преобразились, то есть они стали лучше. Да, через театральное искусство, через приобщение к классической литературе мы пытаемся помочь детям раскрыть себе эти хорошие качества, которые у них есть. Вот. Не затоптать их и не уничтожить. Хорошо. Ну, я так понимаю, что ведь это довольно сложный такой элемент, все-таки работа с молодым поколением, как сейчас говорят, с детьми. Дети сами по себе, они же естественные, наверное, взрослому проще в какую-то шкуру, что называется, влезть с другого человека. А как вы находите к ним подход? Как вы находитесь с ними, вот эти вот точки соприкосновения? Ну, во-первых, эти дети, они выросли, можно сказать, в этом коллективе. Да, я многих знаю, там, не знаю, семи лет с десяти лет, да, поэтому мы с ними давно знакомы, у нас уже какой-то выработался с ними диалог, да. Вот. Ну и, конечно, те произведения, которые мы берем, они откликаются в сердцах детей, да. Вот, мне кажется, если Аня не даст мне соврать, самое любимое их произведение, которое мы ставили, это была «Молодая гвардия» по Фадееву. Вот, за нее мы получили стипендию губернатора, да, то есть спектакль получился, ну, действительно, очень интересный, самим детям. И когда вот я им говорю, ребята, опять играю «Молодую гвардию», я говорю, ой, здорово, вот, глаза загораются, то есть им... Ну, потому что сюжет соответствует. Да, сюжет и дети, которые там, ну, подростки, которые были в этом движении, они такие же, как и наши вот дети, тоже им было чуть побольше, может быть, там, 17-18 лет. Ну, давайте сейчас подключать будем к разговору Аню Ленову, напомню, актрисы, которая 3,5 года, это много или мало вот участия в таком проекте? Ну, мне кажется, что это мало, но по ощущениям я там всю жизнь, а не 3 года. А почему пришли, кто вас привел или что-то, как вы вообще узнали об этом? Ну, вообще, я с детства хотела выступать на сцене, там, все такое. Я сменила много разных театральных студий, но в итоге... Искала себя. Да, но в итоге пришла в преображение, и мне там сразу понравилось, осталось. Ну, может быть, вам там просто начали роли сразу давать? Нет, что ли, нет. Нет? А скажите, почему такая любовь к театру, это откуда у вас такое? Не знаю, наверное, родители мне с детства показывали много фильмов, постановок, и вот... То есть такое культурное образование семейное, да, то, о чем мы говорим. Вот, кстати, сейчас же у нас год семьи, да, и я так понимаю, что вы тоже, как, ну, руководитель такого важного культурного направления, наверное, каким-то образом пытаетесь тоже принять в этом участие, может быть, в каких-то постановках. И какова роль родителей, которые знают, что они отправляют детей к вам, они приходят, они как аплодируют? Простите. Да, 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 не-не-не, я почему так спрашиваю, потому что это глобальный момент. Да, 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 вообще мы, конечно, можно сказать, что у нас семейный театр, потому что многие родители, они принимают участие в качестве актеров, вот, они приводят своих детей и вместе с своими детьми играют на сцене, вот. Так что вот кто-то помогает нам с костюмами, кто-то помогает нам с записью, там, аудиофайлов, а кто-то играет на сцене, то есть у нас прям полноценный семейный театр, а кто-то нам потом накрывает на стол, чтобы мы могли отпраздновать какой-то праздник. То есть у вас такой глобальный семейный проект, такая большая семья, в которую входит сразу несколько семей. Да, да. А сколько сейчас актеров в театре у вас? Ну, порядка 28, вот сейчас еще парочку людей обещало прийти, новых, вот, так вот, где-то 28-30 человек у нас. Ну, и как вы считаете, вот за все то время, пока существует этот проект, как говорят сегодня, что он дает лично вам? И, я так понимаю, кто-то все-таки покинул, кто-то пришел новый, то есть дети же меняются, кто-то вырастает. Что произошло за это время? Ну, конечно, для меня это такое, как бы, наверное, вдохновение, да, то есть я через это получаю какое-то вдохновение, то есть я, готовясь к новому спектаклю, к новому, не знаю, проекту, всегда для меня это, ну, какая-то такая прям большая радость, да, когда я вижу этих детей, когда, знаете, вообще такая проблема, которая у нас бывает, играя спектакль первый раз, это такая разобщеность, да, то есть когда каждый играет свою роль, они играют все вместе, то есть, да, каждый... Лебедь, рак и щука, конечно, да, 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 но когда мы играем спектакль уже, там, не знаю, пятый раз, шестой раз, я вижу, как это все склеивается, и это так прекрасно и так замечательно им самим, то есть они сами дружат между собой, и они учатся в разных школах, но они приходят и общаются, то есть это, ну, как бы, лучшее время для них, мне кажется, чем, там, не знаю, пойти, там, куда-нибудь, там, в какой-нибудь торговый центр или, там, не знаю, тупо сидеть в телефоне, То есть всё равно они проводят время за каким-то полезным занятием. И некоторые дети, вот, не знаю, многие хотят поступать в театральный вуз у нас. Вот я как раз хотел. Ань, скажите, всё-таки 15 лет, это уже такой серьёзный возраст, тем более в наше время. Действительно есть такое желание идти дальше по театральной? Да, вообще мечта у меня такая есть, поступать в театральный. Не знаю, будет она или нет. Какой хотите? Ну, я ещё не знаю. Ну, в какой-нибудь, скажем так. Вы как актриса театра или как вообще актриса и театра, и кино? Нет, скорее театра. То есть театр вам ближе? Да. А почему? Именно актриса или там режиссёрские есть какие-то? Нет, можно и режиссёром, можно и актрисой. Просто что-то связанное с театром. Вот почему мне нравится всё это. Понятно. А что нравится? Что вас цепляет во всей этой истории? Ну, во-первых, мне нравится выступать на сцене, мне нравится проживать какие-то роли, стараться ради этого, видеть, как люди радуются спектаклем. Или наоборот, печалятся, тревожатся. Что ты доносишь до них какие-то эмоции. Или, ну вот, например, ну, когда какая-то сцена, когда ты в ней не участвуешь, ты сидишь, может, там, помогаешь матушке, что-то советуешь, или тебя спрашивают. Но тоже как-то приятно, что ты что-то творишь, от чего люди получают положительные эмоции. Ну вот в нашем деле, да, в творческом бывает такой момент, когда вот сделали, как будто ты как выдыхаешь, то есть ты как получил какое-то удовольствие, да, то есть проект сделан, аплодисменты. Да, можно же понять, что есть какие-то неточности, всегда это тот, кто делает, знает. Но бывают такие дни, когда, ну, просто зритель буквально плывет по вашей истории. Выбор репертуара, потому что речь же идет не просто о театральной студии, а все-таки вы носите гордое название православная театральная студия. И тут вот вопрос как бы двоякий. С одной стороны, с точки зрения православной, и с точки зрения привлечения людей, которые, ну, скажем так, не очень выцерклены, но, тем не менее, им интересно прийти и посмотреть вот этот театр. Ну, не знаю, мне кажется, что классическая литература, она в основе своей вообще православной, христианской, да, то есть всегда как-то есть положительный герой, есть отрицательный. То есть зло и добро, оно, ну, явно прорисовывается, да. Вечная борьба, да. Да, вечная борьба, и поэтому, конечно, вот, допустим, что-то нам приходится, ну, я не могу сказать переписывать, да, но как-то немножечко адаптировать под наш театр. Вот, допустим, вот мне недавно там одна девушка высказалась по поводу молодой гвардии. У нас конец спектакля был такой, что, ну, понятно, все эти герои, они погибают, да, но в конце я всегда ребятам говорила, знаете, говорю, все-таки подвиг, то есть мы не знаем, какая у них участь после смерти, да, мы не знаем, что с их душами случилось, да, но вполне возможно, так как они не предали никого, они, как бы, ну, как бы, они герои, да. Да, они не совершили ничего такого, что с точки зрения зрителя, да, негативно. Да, поэтому в конце мы их вывели в белых одеждах и венках, то есть это было как вот, ну, как вот, ну, как образ святости такой некоторый, да. Понятно, у Фадеева этого не было там и близко, да, но все равно мы вот как-то вот такое вот поставили свое видение вот этого. Ну, это очень важно, и ведь театр и отличается, в общем-то, тем, что, условно, три сестры, ну, кто только не ставил во всем мире, но у каждого режиссера свои три сестры. Ань, скажите, пожалуйста, а вот в коллективе все-таки, ну, роли бывает, одна такая роль, да, всем хочется сыграть. Да. Как у вас идет эта, в хорошем смысле слова, конкурентная борьба? Ну, это хороший вопрос. О, да, мы стараемся, да. Да, иногда, ну, бывает, что не получаешь не ту роль, которую хотел. У меня у самой часто такое бывает. Иногда обижаешься. Ну, да. Иногда думаешь, что, ну, ничего страшного, вот другая роль. Ну, потом смирение наступает, да? Да. Ну, вот у меня тоже один раз такое было, но ничего. Я немножко расстроилась сначала, а потом подумала, что, ну, не всегда же получаешь то, чего хочешь, и нужно дать другим тоже попробовать себя в больших ролях. Ну, и если вы будете... Так что никаких конфликтов у нас не бывает. Не-не-не, я понимаю, я и не планировал, так сказать, узнать, даже если они есть, об этом никто не скажет, потому что это живой организм, всяко может быть. Но если вы планируете просто связать свою работу с режиссурой, это же всегда очень тяжело, когда, например, два-три человека... Бывает так, что точно один на эту роль, да, и режиссёра никто не переубедит. А бывает два-три человека, да, и вполне возможно, что режиссёр хочет попробовать разных актёров. Вот больше театра в вашей студии или больше какого-то человеческого общения? Ещё один интересный, мне кажется, вопрос. Мы стараемся человеческое общение... Как бы не давить на человеческое общение театром, если можно так сказать. То есть, в принципе, мы после наших каких-то постановок вместе можем куда-то сходить. Да, вот сейчас мы буквально на будущей неделе собираемся тоже пойти в театр нашим театром. То есть, я так понимаю, что это такой какой-то персональный ваш мир. То есть театр – это для зрителей, которые приходят, для тех, кто хочет посмотреть на искусство. А когда вы готовите эти спектакли, это одновременно и театральная работа, и командная, как сейчас говорят, и семейная, и всё вместе. Ну да, да, скорее всего так. Вот 4 ноября у нас будет День народного единства. Ну и мы знаем, что Казанская икона у нас тоже, я так понимаю... Вообще, скажем так, к каким-то важным религиозным праздникам, праздникам православным, вы специально что-то готовите или берёте какие-то такие произведения, через которые вы всё равно выходите на эту тему? Нет, ну у нас вообще вот за год, да, наш сезон, мы делаем два спектакля. К Рождеству, но мы его играем раньше, перед Новым годом, да, то есть он получается к Рождеству и к Новому году. И пасхальный большой спектакль. Конечно, тема рождественских спектаклях – это всегда какое-то волшебство и сказка, а уже пасхальный спектакль... ну, пофантазировать на эту тему, да, то есть это может быть и сказка, ну, или может быть что-то такое вот более серьёзное. Более серьёзное. Ну, я знаю, что, завершая первую часть, с Аней мы сейчас будем расставаться, она пришла не просто так вот в платье, а это театральный костюм, верно? Да, это театральный костюм. Она, её зовут Лори, она святая, ну, блаженная, она очень добрая, наивная, помогает зверюшкам, живёт в лесу. Поэтому такие вот листики у вас, да? Да. Вот. Она не очень хорошо понимает в медицине, но старается лечить животных. И весь сюжет, и вся роль, которую она играет в произведении, завязана именно на её вот этой вот безграничной доброте. Ну, это, кстати, важный момент, тема животных в последнее время звучит, да, по поводу того, как мы к ним относимся, да, и поэтому, мне кажется, это хорошая такая постановка. А вот вы костюмы подбираете вместе с актёрами? Как вот приходит идея, какой костюм? Ну, у нас вообще есть костюмер. Ага, всё как положено, да. Конечно, да. Ну, к сожалению, она вот сейчас болеет тяжело, да, и мы сейчас вот последний спектакль, приходилось самим как-то подбирать костюм, вот наш последний, который юбилейный, мы играли. Сейчас ещё о нём поговорим, да. Да, да, но так она нам всё шьёт костюмы, продумывает образы, костюмы там в соответствующей эпохе, вот. То есть всё серьёзно. Да, 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 подбирает. Даже сказочные костюмы там, я не знаю, там пара охотник и охотница, они должны быть в чём-то одинаково одеты, но по-разному, вот. Ну, то есть очень, как бы, она так подходит к выбору костюмов, очень прям серьёзно, да, делает маски нам замечательно. Вот на «Синей птице» у нас были маски, её ручная работа сделана. То есть, ну, прям вот настоящие костюмы, да, как в настоящем театре. Ну что ж, Ань, мы желаем вам удачи, чтобы вы, во-первых, продолжали выступать в театре, чтобы вы свою мечту реализовали, чтобы мы вас увидели и в других, может быть, работах. Вот, и уже, так сказать, на экранах и на подмостках всякое в жизни бывает. Ну, и напомню, что с Аней Алиенова мы прощаемся. Это актриса театральной студии «Преображение» в коллективе целых 3,5 года. Для такого коллектива, мне кажется, это уже такой срок, да? Вот, а с Екатериной Олеговной Семёновой мы не прощаемся, потому что во второй части продолжим рассказ, тем более есть тема ещё юбилейного спектакля, и к нам присоединится ещё один актёр театральной студии «Преображение». Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», она у нас сегодня посвящена театру. Руководитель православной театральной студии «Преображение» Екатерина Олеговна Семёнова продолжает находиться в нашей студии и отвечать за всю работу, в том числе и театра. Ну, и также к нам присоединился ещё один участник этого коллектива. Ну, даже судя по внешнему виду и по возрасту, понятно, что он уже целых 5 лет, да, работает в театре. Это Тимофей Кудуров, я даже сказал, Тимофей Вячеславович, надо привыкать, да, к отчеству, мало ли что случится. Екатерина Олеговна, скажите, а есть проблема вообще, ну, вот какой-то вы хотите ставить спектакль, у вас кого-то там не хватает, либо по возрасту, либо по набору актёров, что там нужны мальчики или девочки, или всё хорошо? Нет, были, были проблемы в начале. Сейчас такой проблем уже нет. Сейчас у нас наоборот как-то вот. На одну роль может быть несколько человек. То есть кастинг. Да, есть. Кастинг – великое слово для актёров. Мы-то знаем, что это такое. Тимофей, ну, а как вас-то угораздило в театр попасть? Да ещё, я так понимаю, вы к нам пришли в костюме «Волшебник»? Это ваша роль, да? Да. Ещё о ней поговорим. Да, последняя роль. Да, не последняя, крайняя у нас говорят. Вы что, нашим? Ну, хотя, с другой стороны, мы же не должны верить во все эти вещи. Итак, как вы попали в театр. Вот меня матушка заметила просто как-то. Я один раз пришёл то ли на выступление, то ли как-то ещё так был. В общем, она меня где-то заметила и предложила мне вступить. Я вступил, и мне понравилось, я продолжил ходить. Да, то есть вот так вот просто. Да. То есть вы как вот актёры, которые мечтают идти где-нибудь по масс-фильму и долго-долго ходить по всем этажам и ждать, что вот сейчас выйдет режиссёр какой-нибудь, увидит, будете у меня сниматься? Да. Примерно так. Ну, хорошо. Никатина Олеговна, итак, юбилейный спектакль. Во-первых, что за юбилей, а потом что за спектакль? Ну, 10 лет нашему коллективу. Спектакль, это были отрывки из наших прошлых старых спектаклей. Да, то есть такой папури. Это были лучшие отрывки, и мне кажется, что сыграли дети очень хорошо. Связали их какой-то общий, да? Да, связали. Вот у нас волшебник был, в его дом приходили разные гости. А очень удовольствие. А он их принимал, да, вот, и в конце все вместе праздновали. Понятно. Ну, и роль волшебника, наверное, не самая сложная была в этом проекте? Ну, конечно. Такой волшебник-ведущий, да? Конечно, волшебник самая сложная роль, но и не самая лёгкая. А какие ещё роли были в вашем репертуаре за пять лет? Скажите, так, самая сложная роль, которая вот не давалась никак? Самая сложная роль, наверное, для меня, это клерк из сказки про Скруджи. Ага. Она как бы... Там надо всегда быть позитивным, очень добрым человеком. Ну, она характерная уже. Она характерная, да, это очень тяжело показывать, прям проявлять. Дело в том, что, мне кажется, в театре всегда два таких типажа, которые, ну, говоря таким языком, хорошо заходят, да? Это вот такой проходимец должен быть, абсолютно негативный герой. И неважно, он может быть и внешне негативным, или, наоборот, быть таким прекрасным, но на самом деле негативным. И это некие такие люди, которые вот такие вот в волшебном таком состоянии. То есть такая сплошная доброта. Ты как бы всё время думаешь, господи, ну, пожалуйста, ну, что он делает? То есть когда, да, человек уже начинает играть в вашу игру. Вот. Поэтому это очень хорошо. И, кстати, вот всё-таки театр – это же история чувств, эмоций, то, о чём мы с вами говорили. И как можно научить ребёнка, ну, например, передавать какие-то эмоции даже в сказке, где есть, в общем-то, уже и взрослые вопросы какие-то, которые ставит автор? Ну, это очень сложно, конечно. Детям это очень сложно понять, да. Поэтому, конечно, мы стараемся подбирать репертуар под детей, да, чтобы эти чувства, о которых мы говорим, они были понятны. Но иногда, конечно, я спускаюсь так вот, как бы так. Я спрашиваю, что ты любишь покушать? Да. А где я люблю там мороженое? Вот. Сразу же возникает некое мороженое, да. Вот и хорошо. Он начинает улыбаться там, вот. У него какие-то приятные воспоминания, да. То есть, ну, на каких-то вот таких простых примерах, которые детям тоже понятны. А вот этот спектакль юбилейный, сколько там в итоге было таких кусочков у вас? Ой, наверное, кусочков... Из пяти спектаклей, по-моему, у нас есть. То есть они такие мощные, да. Ну, такие основные спектакли, какие-то очень хорошие, яркие. А как коллективе вообще? Вот я спрашивал у вашей коллеги. Вот она честно сказала, что да, бывает такое, что хочется одну роль, а ей дали другую. А вы как? Или вам везет, вам дают... Мне всегда дают хорошие роли, я всегда рад своим ролям. Видите, как хорошо. То есть иногда, может быть, не нужно особо ничего делать, а просто ждать, принять это с миром, что называется, и выполнять свою миссию. Тимофей, скажите, а там же разный возраст, да? Да. Как у вас выстраиваются отношения? Да, честно говоря, со всеми. Просто есть такое слово сейчас, вы, наверное, слышали. Буллинг, да? Нет у вас там буллинга? Нету такого, у нас вообще не представляется такого. У нас все как бы большая дружная семья. Нас все друг друга поддерживают, помогают в каких-то моментах. Один может другого поддержать, если кто-то забыл слова. Все у нас мирно, дружно. А, то есть вы так еще учите слова, чтобы на всякий случай, если что, вы все равно же не заметят. Наверное, ты хотел сказать, что это... Да-да-да, я это хотел. Тимофей у нас учит все слова, он знает сразу все роли, поэтому он большая поддержка для всего коллектива. Да-да, он может всем это сказать. Кстати, а вот именно как работа строится? Какая-то читка у вас есть, все как должно быть? Да, читаем несколько раз сценарий, потом постепенно начинаем. Читаем, сидя за столами, а потом уже... А бывало так, что вы чувствуете, что не очень ему понравилась роль, а потом вдруг он проникается и даже забывает о том, что ему роль не очень-то хотелось играть. Бывает такое? Да-да-да, было вот у нас со спектаклем Полиана. Девочка, она как-то думала не справиться, а справилась так чудесно, что прям все там плакали, когда приходили на этот спектакль. Ну, такая актерская профессия. Во-первых, она вся такая... Ты что-то ожидаешь, для этого много работаешь. И вот тут, Тимофей, как репетиционный процесс-то выстраивается? Но если вы хорошо учите текст, это здорово. Сейчас, кстати, для молодого поколения выучить стихотворение, мне кажется, довольно сложно. Как у вас построен репетиционный процесс? Честно говоря, у меня просто память очень хорошая. Вам повезло. Да, я поэтому как бы читаю понемножку каждый день, там даже по чуть-чуть, по пару слов и выучиваю. И прихожу, уже все знаю, получается так. А на репетициях мы все вместе собираемся, репетируем какую-то сцену. А как долго идут репетиции у вас? Ну, часа два. А, часа два, да? Ну, три это много даже. Ну, если хорошо идет, оно что бывает, как в любом коллективе, да? Вот бывает такой день, что прямо все от зубов отскакивает, да? Бывает день, что ну никак. А, Екатерина Олеговна, еще такой вопрос. Вот 4 ноября наша программа выходит в праздничный такой день, День народного единства, который отмечается уже довольно продолжительное время. Но для православного человека это еще и такой важный день. Вот немножко об этом расскажите. И я так понимаю, что, наверное, в театре, пускай, может быть, не готовятся именно к этому какие-то конкретные спектакли, но вы, наверное, все равно как-то встречаетесь, отмечаете эти события. А вы знаете, я просто вот подумала, когда ехала сюда, вот все-таки эта история, да, о том, как казанская икона Божьей Матери была обретена, да? То есть маленькая девочка, которой было 10 лет, да? Ей явилась во сне Пресвятая Богородица. Вот. И через нее она открыла свою волю, да? То есть она как-то повлияла на ход вообще истории нашей страны, да? То есть этот образ, он участвовал и там в смутном времени, да? То есть благодаря как бы поддержке и молитве Пресвятой Богородицы мы там победили, да? И вот именно она, эта девочка, да, она донесла эту волю Божью, которая была вот предназначена в тот момент русскому народу, да? Вот, конечно, я не хочу так высоко замахиваться, да, но у нас детский театр, да? И все-таки дети, они более открыты к восприятию всего хорошего, да? Они еще не настолько как бы омрачились этим миром, да, в котором зла тоже хватает, да? Поэтому, конечно, я надеюсь, что вот через их сердца, через восприятие того, что мы делаем, они смогут донести что-то и другим людям, то есть могут как-то вот, ну, помочь, может быть, людям, которые сидят в зале, услышать или посмотреть на что-то с другой стороны, как бы другими глазами, да? Вот поэтому, конечно, вот этот праздник мы очень любим, как бы вот этот, ну, как бы, День памяти Казанской иконы Божьей Матери, вообще народное единство. Ну, оно как бы все вместе сюда соединяется. Да, 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 и слава богу, что как бы 7 ноября было как бы приурочено к этому празднику, перенесено, это так было символично и так как бы промыслительно, вот. Ну, вот такое вот время мы живем, и, наверное, важно, да, с помощью театра доносить такие вещи, которые, в общем-то, кажутся естественными иногда, но все-таки вот искусство и существует для того, чтобы еще раз напомнить, может быть, кому-то просто помочь в этот момент. И вот, Тимофей, скажите, а чем вам театр помогает? Вот вы говорите, у вас память хорошая, по крайней мере, вы уже это точно выяснили. А вот с точки зрения жизни, наверное, же, если бы вам не нравилось, вы бы не приходили. Ну, конечно, да. Ну, с точки зрения коммуникации, я человек, в принципе, закрытый по большей части, был до прихода. Никогда бы не подумал. Был до прихода. А как бы, когда стал ходить, стал все больше и больше, как бы, ну, показывать себя, что ли. То есть... Что могу. Что могу, да. Поверил в себя, можно сказать, даже. И главное, что люди увидели, что вы можете. Да. То есть с точки зрения коммуникации вам тоже это принесло дополнительные такие... Да, огромную помощь прям. Ну, а вы планируете дальше идти по этой стезе или... Ну, я пока что не знаю именно насчет прям большой театра, сцены или кино. Большой театр – это, да, это вообще очень хорошо. Да, да, да. Но продолжать ходить я планирую. Ну, то есть пока вот на таком уровне, да, как у нас говорят, народный театр, да, и так далее. Ну, и потом, у вас какие-то ограничения же, да, существуют по возрасту или нет? Я имею в виду, с какого возраста можно прийти и когда уже, ну, до свидания. Ну, до свидания у нас нет, вот, а прийти сейчас у нас, ну, как бы мы открыли вторую группу, где детки совсем маленькие, там, с пяти лет мы берем детей. Вот у нас с ним прям первое занятие, мы с ним готовимся у дню мамы, который вот у нас тоже в конце ноября. Стихи будут читать, наверное? Ну, посмотрим, может быть, не совсем стихи, может быть, что-то там, какую-нибудь небольшую инсценировочку сделаем с ними. Потому что детки тоже талантливые, их старшие сёстры и братья, они вот во взрослом коллективе. А, то есть это у вас такое уже? Да, потому что родители говорят, а их-то возьмите к себе. Я говорю, ну, я не могу, у меня тут уже вон 16-летние, а эти-то малыши куда их? Ну, сложно просто на репетиции. То есть они как бы ещё и наставниками, да? Да, 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 вот. Так что вот у нас вот сейчас... И родителям хорошо, да, сдали в театр, можно, потому что отдохнуть. Родители, ну, я же сказала, у нас родители тоже. Есть родители, да, я понимаю, которые работают. Они у нас, да, приходят, ну, как большинство родителей у нас участвуют в этом процессе. А как вообще вот в театр ваш папа сейчас кто-то нас смотрит и... Ну, во-первых, у человека же по-разному. Да. Кто-то с 5 лет и не собирался, его папу с мамой привели или брат с сестрой. А кто-то в 10 лет почувствовал, вот я бы тоже хотела бы или хотел бы, а я не знаю, возьмут ли меня. Может, я уже старая, в 10 лет для театра. Как к вам можно записаться? Ну, можно записаться на платформе, да, там, «Мое Подмосковье» или там «Мос.ру», как обязательно, ну, как везде мы сейчас, везде записываемся на все там мероприятия, все кружки, или там подойти в наш Красковский культурный центр, и там уже как-то вот записаться. Ну, это в течение рабочего дня, да? Да, в течение рабочего дня, да, да, да. И в один коллектив... И репетиции как у вас проходят еще? Репетиции у нас по субботам и воскресеньям, с часу дня до трех. Ну, и когда мы уже готовимся прямо уже к премьере, конечно, у нас репетиции... Там у вас уже прогулы начинаются. Да, у нас побольше этих репетиций бывает. Понятно. Ну, и вы ведете какой-то отчет, знаете, там, ну, во-первых, наверное, какие-то афиши вы делаете. Вот каждый спектакль, где-то есть отчет, сколько всего было произведений за это время поставлено? Да, сейчас скажу, где-то, наверное, порядка уже 12 или 14 спектаклей у нас было. Потому что, ну, как бы каждый год мы по два спектакля делаем, да, ну, вот так вот. Вот. И в прошлом году у нас даже было три спектакля. Мы еще делали спектакль по произведениям Антона Павловича Чехова, вот, который детям тоже очень понравился. И как-то он так у нас прошел. Ну, да, потому что Чехов ведь он, в принципе, и про наше время, и про любое время, да? Да, да. Хорошо. Тимофей, скажите, возвращаясь к теме коммуникации, того, что вот так вот благодаря Екатерине Олеговне, которая сразу что-то вас увидела, сейчас, может быть, кто-то смотрит из ваших коллег или взрослые люди думают, что вот какой-то у нас там сын или дочь, какие-то они необщительные. Вот действительно помогает эта история, чтобы немножечко, не просто где-то на улице лясы точить, да, вот. Либо в спорткружок можно пойти, да, либо в театральный. Вы, кстати, спортом занимаетесь? Я, ну, так, пассивно. Ну, понятно. Ну, в театральной жизни, вы знаете, там, ого-го, как надо тоже. Ну, ну, что бы вы им сказали? Ну, мне очень помогло. Я не знаю, правда, может, кому-то и не очень поможет, кому-то просто не лежит душа к театру. Но если хочется, я считаю, то, конечно, обязательно поможет и получится. А что вас там волшебник говорит-то в финале вашего спектакля? У меня хорошая фраза в конце. Да? Я ее начинаю и завершаю. Какая? Я говорю, что «Снежная королева» обязательно вернется в декабре, так как у нас будет спектакль в декабре. Потом спрашиваю зала, вернется ли зал к нам? И зал говорит «Да!» Конечно, все кричат «Да, конечно, мы придем». Я говорю «Отлично! А теперь давайте праздновать!» А, вот это очень хорошо, когда у актера такая замечательная подача идет. Ну и завершая уже наш разговор, поговорим, кто-то вам помогает, с кем-то вы сотрудничаете, кто-то приходит, потому что все-таки, я так понимаю, и так как православная театральная студия, наверное, крепкая такая связь и с церковной общиной и так далее. Нет, ну, периодически к нам приезжает актер театра и кино Сергей Николаевич Кисличенко, он нам проводит мастер-классы, они такие у нас часа по четыре. Вот, очень интересные, дети тоже очень любят. Вот с нами сотрудничает детский композитор-песник Светлана Иванова, она нам пишет песни, спектакль музыкальный у нас. То есть авторские произведения. Да, авторские произведения, да, но специально вот прямо для спектаклей она нам под всех пишет и хочет, чтобы все пели, и чтобы у нас мюзикл было. Да, мюзикл дальше, с тобой. Ну, конечно, там и настоятель Преображенского храма, отец Илья, тоже участвует посильно в наших проектах. Ну что ж, мне остается пожелать вам удачи, потому что это дело, с одной стороны, сложное, потому что все-таки, хотя иногда, наверное, со взрослыми сложнее договориться с актерами и актрисами, чем с детьми вот 15-17 лет, все-таки они еще как-то слушаются. Сложнее, например, со всем маленькими детьми, потому что они естественные, но их, правда, нужно направить в правильное русло. Но важно, что вот театр, который живет такой вот семейной жизнью, да, такая еще одна дополнительная семья, где все переплетается, делает важное простое дело, потому что любой театр, он служит людям, и от того, если люди к вам приходят, значит, вы что-то им даете. Вот поэтому, как вы там говорите, вы придете или... А вы придете к нам? Вот. Вот так мы завершаем наш рассказ. У нас в гостях в этой части нашей программы были Тимофей Кудуров, актер театральной студии, в коллективе он работает 5 лет, и Екатерина Олеговна Семенова, руководитель православной театральной студии «Преображение», которую мы и с другими актерами тоже ждем к нам всегда в гости. Приходите, рассказывайте о ваших работах, тем более там не за горами уже Новый год, как-то в этом году все стремительно. Желаем вам удачи, творческих успехов. Спасибо. Ну, а всех вас поздравляем с Днем народного единства и желаем хорошего праздничного настроения. С вами был Николай Пименко в программе «Открытый диалог». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова